Электрогорск – молодой, современный, стремительно развивающийся город в Московской области со своими культурными традициями, исторически сложившимся производством, развивающимися предприятиями, а также новыми объектами современной бизнес-индустрии. С октября 2012 года пост главы городского округа занимает Красавин Игорь Петрович. Его активная позиция сдвинула с места работу по многим направлениям, актуальным для Электрогорска. Глава городского округа и администрация работают в стесной связи с депутатским корпусом, а также с советом директоров городских предприятий. Работает общественная приемная главы, куда жители обращаются со своими вопросами и проблемами. Ежемесячно проводятся личные приемы. Также обратная связь с электрогорцами осуществляется посредством ежемесячного общения в прямом эфире на городском телеканале. Связь между жителями города и администрацией стала более эффективной благодаря работе общественной палаты. Встречи во дворах и на предприятиях дают местной власти возможность вникнуть в существующие проблемы, а решить их быстрее и продуктивней помогают личный контроль и обходы по городу, которые проводит Игорь Красавин в присутствии представителей городских служб. Свой вклад в результативность воздействия на работу городских служб оказывает сотрудничество с Госадмтехнадзором, совершающим еженедельные рейды по городу. Основные вехи развития города за истекший год развивались по пути, обозначенному губернатором области Андреем Воробьевым в программе «Наше Подмосковье. Приоритеты развития». Благодаря реализации этой программы за последний год в Электрогорске изменилось многое. В июле 2013 года оплаченные старые долги предшествующей власти закрыли кредиторскую задолженность на сумму более 15 миллионов рублей. 14 миллионов рублей погашено по кредиту Банку Возрождения. Весомые траты, которые могли бы пойти на благоустройство города, не остановили прогресса. Горожане и гости Электрогорска наблюдают, как развивается и облагораживается город. В историю Электрогорска вошло долгожданное открытие нового здания школы номер 14. ООО «Стройинженерия» подводит к завершению работы по реконструкции Дома культуры, который планируется ввести в эксплуатацию до конца 2014 года. Поддержку в этом плане городу оказало правительство области. Куратор нашего города – министр культуры Олег Рожнов, экс-губернатор Московской области Сергей Шойгу, действующий губернатор Андрей Воробьев. Они откликнулись на просьбу дофинансирования проекта из областных средств. На глазах у горожан к радости больших и маленьких электрогорцев выросла пристройка к детскому саду номер 35. Новое здание с бассейном готовится принять 140 малышей. Проведен капитальный ремонт старой части здания. Завершается благоустройство территории сада. 23 сентября 2013 года состоялось важнейшее событие в жизни городского спорта. В фундамент будущего физкультурно-оздоровительного комплекса заложена капсула с обращением к потомкам. В закладке капсулы участвовал министр спорта, туризма и работы с молодежью Олег Жолобов. Начатые работы ФОК планируется ввести в эксплуатацию к концу 2014 года. Спортивный комплекс «Сокол» передан ОАО «Мосэнерго» в собственность городу. Изыскиваются средства для приведения его в порядок. Проведены проектно-изыскательные работы для строительства спортивного комплекса на территории парка за клубом имени Ленин. Начато благоустройство территории у теплых озер, где построен пирс, оборудована парковка, построена площадка в виде сердца, установлены малые формы и перила вдоль отреставрированного мостика. При поддержке областного руководства также планируется реконструкция городского парка. Наш город участвует в региональном конкурсе «Парк и Подмосковье» в номинации «Лучшее преобразование парка». Парк избавили от сухостоя, который не только портил его внешний вид, но и представлял угрозу для отдыхающих. Освежается облик исторической части города. В рамках программы «Аварийного и ветхого жилья» ведется строительство нового дома на 53 семьи на пересечении улиц Ленина и Калинина на месте полуразрушенного барака. Старое здание детской молочной кухни на улице Горького переоборудовано в новое современное сооружение. Здесь начал работать многофункциональный центр, обеспечивающий предоставление государственных и муниципальных услуг населению по принципу одного окна. На улице Безымянная идет строительство городского отдела полиции. На внебюджетные средства достроен и продлен городской бульвар, обширная зона отдыха горожан, место для проведения общегородских мероприятий и праздников. Здесь планируется высадить деревья, построить часовню Матроны Московской, установить памятник Роберту Классону. В планах строительство современного оснащенного по последнему слову техники пожарного депо на 4 машиноместа в районе пересечения улиц Ленина, Классона и Радченко. При содействии предпринимателей и промышленников города продолжается строительство храма. Совет директоров, который собирается раз в месяц на одном из предприятий города, расставляет приоритеты содействия бизнесменов в работе муниципальных организаций города. Развивается производство. Большой потенциал у ЗАО «Эколамп» и ООО «Элемет». В Электрогорске работает лучшее парфюмерное предприятие России «Парфюм-стиль». ЗАО «Брынцалов А» перевело свои производственные мощности в Электрогорск. Запустило производственные линии в цехах бывшего мебельного комбината предприятие «Кроношпан». Решается вопрос о перераспределении энергомощностей в городе. Линии электропередачи построены на улице Героя Кудряшова, где выделены земли многодетным семьям. Та же проблема решается и на улице Юго-Западной. 18 многодетных семей получили в этом году земельные участки в черте города. Проводится адресная помощь ветеранам и инвалидам. В новых домах квартиры получили ветераны, первоочередники, дети-сироты. За счет средств инвесторов проведены масштабные ремонтные работы здания соцзащиты по адресу площадь Советская, дом 2, где также располагается библиотека и другие учреждения. Завершены работы в хирургическом, терапевтическом, гинекологическом отделениях городской больницы. На деньги спонсоров во дворах города установлено 9 детских площадок. В планах установка площадок для воркаута, крытых тренажерных площадок. Немало средств было вложено в благоустройство города. Чтобы максимально сохранить все эти достижения и в целях безопасности граждан, реализована программа «Безопасный город». В Электрогорске установлено более 80 камер видеонаблюдения, нацеленных на выявление нарушителей порядка. Несмотря на имеющиеся проблемы, Электрогорск живет полноценной жизнью. Радуют достижения детей. Хорошие результаты показали выпускники на государственных экзаменах. Среди них 9 медалистов. Лауреаты конкурсов и фестивалей областного и регионального уровня они привозят в город награды и добрую славу. А город пытается сделать жизнь детей светлой, достойной и радостной. Введена электронная очередь в детские сады. Почти полностью решена проблема обеспечения электрогорцев местами в детских садах для детей от 3 до 7 лет. На территории бывшего лагеря «Светлое озеро» расположился гарнизон А, где ребята погружаются в военную атмосферу и получают уроки мужества. Много мероприятий проводятся в городе по линии патриотического воспитания молодежи. Торжественное вручение паспортов в рамках акции «Я гражданин». Работа военно-патриотических клубов, военно-патриотические игры при поддержке общественных организаций, боевое братство, союз ветеранов Афганистана, молодежный центр. Благодаря налаженной внешкольной работе раскрываются потенциал и таланты наших детей. Творческий поиск, инициативность педагогов дают прекрасные плоды, победы в международных и всероссийских конкурсах, уникальные театрализованные представления и мюзиклы. Несмотря на отсутствие в городе культурного центра, отдел культуры организует и проводит праздники в масштабах города с привлечением самодеятельных творческих коллективов и юных талантов и дарования. Сегодня город живет и развивается, реализуя задуманное, строя планы на будущее, воплощение которых зависит от труда и конкретного вклада каждого из нас в развитие нашего общего дома под названием Электрогорск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова